Здравствуйте! Как всегда в это время с вами программа «Я так думаю». Ну, конечно, все мы видели примитивные и совсем не страшные американские фильмы ужасов, в которых зловещие мертвецы превращают жизнь людей своим нашествием в сплошной кошмар. Разумеется, герои справляются с этим нашествием, но режиссер в последней сцене готовит нас к новой серии под названием «Иногда они возвращаются». В реальной жизни подобное возвращение намного опаснее и страшнее. Владимир Гройсман заявил в Полтавской области о своей готовности вновь стать премьером в новом правительстве. Ну, не знаю, как вам, а мне уже не по себе. Правда, его партия «Украинская стратегия», согласно соцопросам, набирает не более 2% голосов. И вряд ли за две недели до выборов сможет улучшить свой результат. Но если у Гройсмана были серьезные основания для такого утверждения, то кошмар действительно может вернуться. Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск, чтобы начать создание собственной партии для спасения страны. И пригласил всех желающих присоединиться к его партии. Если от кого и нужно спасать страну, то от самого господина Климкина. Наша страна еще долго будет приходить чувство после нашествия в 2014 году зловещей постмайдановской власти. А ее желание вернуться – это не режиссерский ход, а кошмар в стиле реальти. Кстати, никуда эта власть пока и не уходила. Ну, разве что разбрелась по избирательным округам. Владимир Зеленский в очередной раз направил в Верховную Раду прошение об отставке генпрокурора Луценко и министра иностранных дел Климкина. А увольнять-то их, по сути, некому. Депутатов в зале почти нет. Все они заняты избирательной кампанией, а некоторые – подготовкой реванша, то есть своего зловещего возвращения. Еще до ухода в так называемый политический отпуск, господин Климкин создал очередную скандальную ситуацию. Надо полагать, не случайно. Без ведома президента он направил ноту в российский МИД с отказом украинской стороны принимать российские условия возвращения наших моряков домой после печально известных событий в Керченском проливе. Российские условия заключались в требовании судить украинских моряков дома в Украине, но по российскому закону, который обвинил моряков в нарушении морской границы. С одной стороны, МИД обладает правом направлять ноты и другие дипломатические документы самостоятельно, без согласования с президентом. Но в данном случае речь идет о серьезном инциденте и дипломатическом шаге, который может еще больше обострить российско-украинские отношения. И потому господин Климкин обязан был согласовать свои действия с президентом, но не сделал этого. Уверена, что Зеленский тоже не принял бы российские условия, но своей псевдосамостоятельностью Климкин подставил президента и, похоже, сделал это сознательно. Ну а теперь о самих моряках. А за что их судить? По российским ли украинским законам? За то, что они выполняли преступный приказ Порошенко, направленный на сознательную провокацию, введение ненужного военного положения для отсрочки президентских выборов. Ведь господин Порошенко уже тогда понимал, что проигрывает выборы и делал все для продления своей зловещей власти и подставил ради этого ни в чем неповинных людей. Так кого нужно судить по всей строгости закона? Моряков или Порошенко, Турчинова и других участников этого преступного сговора? Сегодня они начали другой сговор по дискредитации Зеленского и его якобы неспособности действовать на благо страны. Ошибаетесь, господа. Зеленский способен действовать на благо страны. Лишь бы вы ему в этом не мешали. На линии соприкосновения начался отвод украинских войск и войск, так называемых ДНР-ЛНР, что полностью отвечает Минским соглашениям. И президент сделал осторожное заявление о первых хрупких признаках мира, которых не было пять лет. Однако на других участках линии соприкосновения происходит новое обострение ситуации и стрельба с обеих сторон. Неужели Зеленский, как главнокомандующий, отдавал приказ украинским войскам стрелять? Нет. Значит, кто-то другой отдает подобные приказы. И этот кто-то другой вредит стране и препятствует миру. Сто раз был прав Зеленский, отдавая приказ о досрочных парламентских выборах, которые нужны в первую очередь для того, чтобы поокончить с двоевластием в стране и фильмом ужасов, продолжавшимся пять лет. Еще одна хрупкая надежда на демократическое возрождение страны прозвучала из уст главы Офиса президента Андрея Богдана, который предложил ввести русский язык как региональный в Донецке и Луганске при условии их возвращения в состав Украины. Ах, какой крик вновь подняли патриоты-националисты! Но дальше всех шагнула член самопомощи госпожа Сыроед, выдвинув странную, если не сказать, бредовую теорию о невозможности какого-либо языка стать региональным, если где-то этот язык является государственным. Получается, что румыны, поляки, венгры, болгары, русские, проживающие на территории Украины, не имеют права пользоваться родным языком только потому, что он является государственным в соответствующих странах. Согласно этой бредовой логике, региональным языком может стать только какой-нибудь диалект африканских племен. Откровенная глупость неотразима лишь в женщинах, говорила блестящая британская писательница Айрис Нердок. Но вряд ли она так неотразима в госпоже Сыроед. Кстати, согласно ее логике, канадским украинцам давно пора запретить родной язык в школах, университетах, домах украинской культуры. К счастью, канадская власть придерживается других принципов, и потому наши соотечественники с уважением относятся к ней. А вот предложение Богдана является одновременно разумным и ограниченным. Разумным, потому что это главный путь возвращения данных территорий домой в Украину. А ограниченным, потому что подобные демократические языковые права должны быть предоставлены всем этносам, проживающим в разных регионах Украины. Тогда кошмарное слово «сепаратизм» навсегда уйдет из украинской лексики, за чистоту которой взялся наш парламент. Вот только пока в его адрес звучит только нецензурная лексика. К сожалению, я так думаю. С вами была Татьяна Николаева. До свидания. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова